По благословению епископа Барнаульского и Алтайского Максима, преподаватели местных светских учебных заведений вместе со своими коллегами из Барнаульской семинарии, а также участниками конференции «Дух, душа и тела», посвященной святителю Луке Войне и Синецкому, совершили паломническую поездку в село Быстрый Исток. На родине недавно почившего актера Валерия Золотухина паломники посетили Покровский храм и почтили память артиста. В селе Быстрый Исток паломническая группа посетила храм Покрова Божьей Матери, который на личные средства восстанавливал актер Валерий Сергеевич Золотухин. Перед Тихвинской иконой Божьей Матери благочинный из Смоленского церковного округа отец Дмитрий Миронов совершил молебное пение. Для поклонения паломникам настоятель храма вынес крест, который был приложен ко гробу Господню в Иерусалиме. Приложили все к Тихвинской иконе Божьей Матери, которую привез в родное село знаменитый односельчанин Быстрый Истоковцев Валерий Золотухин. В свое время Валерий Сергеевич привез из паломнической поездки из Тихвина образ Тихвинской иконы Божьей Матери, который он даровал храму, одна из святынь наших храмовых особого почитания, которой люди молятся, поклоняются. И сегодняшний день не исключение, что из Барновольского ипорхиального управления паломническая группа с педагогами края знаменательно, что люди, которые дают людям, несут свет просвещения, они безразличны к церкви, стремятся посетить святыни. Это очень отрадный день, который мы можем представить нашей святыне для поклонения людям. По окончании молебна у могилы новопредставленного раба Божия Валерия была совершена за упокойный лития. Господи, покой душу усопшего раба Твоего, но представленного Валерия вместе светней, вместе злачней, вместе покойней. Каждый из приехавших почтил память народного артиста и возложил на могилу святы. Я очень рада, что удалось съездить в это паломничество. Я узнала, что это первый раз такое существует. Уверена, что будет иметь продолжение. Потому что наш земляк Валерий Сергеевич, конечно, сделал огромное дело для своих родственников, своих земляков. То, что он здесь создал эту церковь, то, что он никогда всю свою жизнь не забывал, свой край, столько в него вложил, в его процветание. И его, конечно, люди будут долго-долго помнить светлой ему памяти.